Алексей Ефремов родился в Минске, Республике Беларусь, 12 апреля 1975 года. В семье заслуженного тренера Беларусской ССР Владимира Алексеевича Ефремова. Отец Владимир Алексеевич более 20 лет был главным тренером сборной Беларуси и одним из тренеров сборной СССР. Начал играть в настольный теннис в 7 лет. В юности имел достаточно неплохой уровень, но рано решил стать тренером и продолжить тренерскую династию. Более 25 лет опыта тренерской работы на 4 различных континентах. как в качестве тренера сборных команд, так и тренера клубов. Работал и способствовал становлению таких игроков, как... Мы поздравляем вас с Международным Днем Знаний и приглашаем за теннисные парты, а не же столы, школу Алексея Ефремова. Давай. Поехали. Алексей Ефремов, High Performance Coach ITTF. Добро пожаловать в Белокаменную. Спасибо большое. Спасибо, очень приятно. Сегодня мы поговорим о теннисе, о БКМ, о ошибках. Алексей имеет тренерский стаж более 25 лет, работал с многими сборными. Начиная с Хорватии с 1997 года, где сначала играл и работал тренером параллельно. Вот, потом сборная Гватемалы 2004 год, там три года работал, там под цикл подолимпийских была подстроена так работа. Значит, потом сборная Индии, сборная Египта и потом, да, и потом уехал в Латинскую Америку. И там прожил семь лет, проработал и в Колумбии, и в Перу. Ты стоял у истоков, так сказать, нынешних звезд. Это Асар Амар, его брат, по-моему, Халет. Халет. Да, Халет Асар, да. Расскажи, как проходили. Ну, там пришлось, по-моему, в 2011 году у тебя уехать, там какой-то был конфликт внутренний. Там большой был конфликт, там все европейцы уезжали. Да, 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 это был 2011 год, это была революция, и сбрасывали с президента этого Мубарака, и поэтому как-то, да, пришлось уехать, как, в принципе, многие иностранцы покинули страну. Но я там три года проработал, действительно работал с Амаром, когда он был там 18-летним пацаном, вот. Восьмилетним? 18-летним, 17, да, 18 лет, 18 лет ему было. Брат его младший, Халет, на год младше, он так был помладше, потом тоже очень способный, талантливый парень. Потом там были, слушай, там многие были, там очень много игроков в Индии, в это, в Египте прям много. Дина Мешлиф тогда только была юниоркой, становилась на свой путь, как бы, роста. С ней работал очень много индивидуально, ну, там с такими более зрелыми игроками Саид Лашин, там был, там, там много. Мохаммед Тарик, там много-много игроков, которые действительно стали сильными игроками. Ну, исходя из такого колоссального опыта, я думаю, что сегодня мы расскажем, покажем за столом людям какие-то ошибки, какие-то основные упражнения с БКМ. Думаю, что будет всем интересно послушать, посмотреть, потому что опыт колоссальный. А так-то я не играю отсюда. Случайно? Это Сиберхайп. А я уже забыл, что я с Сайбером играю. Ну что, я сегодня ученик у Алексея. Ученик лекаря. Укажет на мои основные ошибки, покажет эффективные упражнения. Начнем? С удовольствием. Сейчас только отдышаться надо, пожилому человеку. Я люблю настольный теннис. Мы сегодня хотим попробовать с моим новоиспеченным учеником проработать пару технических элементов. Например, топ-спин справа по нижнему и верхнему вращению, используя большое количество мячей. Он, правда, не совсем большой, но достаточно. Чтобы меня вывести из строя. Да, чтобы тебя просто подготовить к большое плаванию. Ты же большой корабль. И потом мы еще покажем несколько эффективных упражнений с БКМ, которые помогут нам всем улучшить игру. Давай, давай. Вы тоже хотите БКМ? Присоединяйтесь. Ракеточку дадим. Ну, по нижнему, да? Значит, как можно бросать вообще? Смотри. Это ты расскажи. Вот как бросать? Кто-то бросает вот так, да? Ты справа по нижнему. То есть стол. Стол, да, там. Стол. Да. Стол. Да. Кто-то бросает? Вот так. Сразу. Именно с нижним. Вот интересная фишка. Вообще, некоторые бросают, вот смотри, вот так вот с нижним, например, да? А вот так вот с верхним. Вот так с нижним. Вот так с нижним. А вот так с верхним. Можно бросать и вот так с нижним тоже. Да? Я даю часто вот так вот бросаю. Вот так я бросаю. То есть, как, и теперь спрашиваю игрока, Володя, как тебе вот сложнее? Как ты чувствуешь? Вот три, три момента. Когда на мою половину сразу летит. Первый, да? Неудобно вообще. Вот этот? Да. Вот этот тяжелый, да? Да. Понял? Понял. Хорошо. А вот этот? Да. Извини. Ну, чуть больше у меня времени подготовить. Хорошо. Вот смотри. Ты делай, чтобы спин справа. Тяжелый себя? Я тренер. И я тебе бросаю отсюда. Ужать. Я же могу тебе бросать вот отсюда. Вот смотри. Вот смотри. Вот это будет более реальная, реальная траектория полета мяча. Если ты играешь справа, ты можешь сюда делать. То есть, вот в этом эта сумка и хороша, что я могу менять как бы. Вот я взял, здесь поменял. Здесь поменял. Здесь поменял. Здесь перешел. Здесь. Вот. Вот. То есть, ну, как-то так, да. То есть, вот отсюда я бросаю. Ну, это как бы для тренеров больше такие фишки, да. Можно и так. Да. Еще. Хороший. Хороший. А делай теперь первый сюда, я подставляю его. А второй сюда. Или давай вот сюда. Раз. Извини. Раз. Раз. Подставим. Хороший. Раз. Хороший. Раз. Можно и так, да. Раз. Хороший. Раз. Закрыть второй ракеткой мяч, да. Еще. Еще. Еще, Володя. Хороший. Еще. Сорри. Сложнее, да? Да. Ну, вот в этом и есть разница. Например, на начальный уровень, на новичков, вот больше сдается вот именно вот так. Со столом. Но тоже не бросается мяч вертикально, он как бы накидывается больше. То есть, вот он отсюда идет. И что очень важно вообще в этом БКМ, это то, чтобы траектория мяча, она была такая же, как в игре. То есть, это будет нереально и неправильно, если, например, вот здесь, например, вот мяч вот так вот идет, да. И вот отсюда вращают. То есть, он должен как бы накидываться на ракетку. То есть, он как будто бы ко мне прилетает. И вот с этой траекторией я играю. Прилетает мяч. То есть, вот он. Вот он отсюда. Вот. Отсюда. У меня, в принципе, и так и так можно. Как угодно. Но важно вот, используя вот эту сумку как раз, вот можно менять положение. То есть, можно я отсюда, второй мяч отсюда, двигаться, меняться. То есть, ну, вариантов очень много. Я волюм стольный теннис. Ты вот делаешь стоп спин справа. Ты мне можешь показать его вообще? Вот я хочу просто посмотреть, как ты его помнишь. По подрезке, да. По подрезке, да. Подсел. Ага. Ага. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Да, я вижу. То есть, перешел, да? А вот этой стопой ты немножко поворачиваешь или нет? Нет, да. Ну, если это опять же, это все в динамике происходит, я могу довернуть. Если вот в статическом, вот он просто академично. А почему ты должен ей повернуть? Да. А почему ты должен повернуть? Потому что, если ты ей повернул, то ты как бы сыграл и бедром тоже. То есть, ты сыграл тазом. Правильно? Вот смотри. Вот. Вот. То есть, у тебя пошло сюда, вперед. Вот что важно. Вот это отсюда, оно поворачивается вот сюда. Вот оно. Вот сюда. Вот сюда. Вот сюда. Если ты делаешь вот, ну так, вот так. То есть, ты как бы, оно идет, но недостаточно. Раз. И плюс у тебя вот это колено, оно у тебя в риске вообще того, что у тебя просто может быть, оно просто, может быть даже и травма. Если у тебя стопа не сыгрывает. Я знаю там и Фанжин Дон, там и очень много игроков, они прямо там вот так вот, они вот так вот делают, это вот это. Но это все очень надо иметь банки здесь, банки, чтобы не травмировать колено. Я имею ввиду сильные прям, чтобы мышцы прям много было. Поэтому я рекомендую просто вот этот поворот обязательно стопой сделать. Так же, как вот в боксе. Вот это вот. Если ты сделал, ты прошел. В боксе тоже самое. Ты сделал, это значит, ты прошел на левую ногу. Вот именно если ты сделал вот это. Если ты это не сделал, ты не прошел. То же самое. То есть, вот ты проходишь. 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 Именно. Именно. Именно у тебя переходит вес тела справа налево. Но это как бы мое, чисто мое видение. Я могу ошибаться. Я не говорю, что это как бы, ну истина в последней инстанции. Я могу ошибаться. Но я своих, я тренирую именно вот так. То есть, на то, чтобы вес тела проходил на переднюю ногу, нужно эту правую немножко вот сделать вот этот поворот. Кто-то делает, кто-то нет. Это на любителя. Но я рекомендую так сделать. Вот он. Даже в простой, в простой игре. Вот. Это все вот под чуть-чуть. Но уже, я видишь, вот этот момент, он уже повернулся. Только за счет этого пятки, одной пятки и уже повернулся. Оп. Вот. Вот так вот. И пятка вот. Вот. Поэтому я всегда и говорю, что если ты хочешь иметь действительно очень сильный топ спин, у тебя должно начаться вот отсюда и закончится вот здесь. Это значит, ты значит начинаешь, начинаешь с пятки поворот. Раз. Колено два. Таз три. Плечо четыре. И заканчиваешь локоть пять. И заканчиваешь кистью и пальцами вот здесь. То есть, от пальца, от пятки до правой ноги заканчивается вот кистью в конце. То есть, понимаешь, все входит в одну линию. Кинетическую цепь. Тогда удар, ну, топ спин просто, ну, сумасшедший. Вроде без максимально каких-то затрат, без видимого напряжения. Но если у тебя все входит в одну линию, от носка правой ноги до пальца указательного руки, у тебя все идет в одну линию. Там просто сумасшедший мяч. Но это мы говорим об идеальных условиях. Это идеально. В игре, в динамике это не всегда так получается. Но стремиться к этому. Нет, конечно. В игре у тебя вообще так не будет. Это просто, ну, это, это редко, когда вот так вот прям входит. Но это идеальная техника. Если речь идет, вот, ты хочешь идеальный топ спин, знаешь, идеальную технику иметь, это вот это. Когда все входит в одну линию. А в современном теннисе нужна ли эта идеальная техника? Там, исходя, там, Моригард посмотреть, там, некоторые другие тенниси. А тот же Аруно, они вот тоже специфический топ спин справа. У каждого своя. Моригард вообще там делает, я не пойму, как он топ спин справа делает. Ну, 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 вообще учить детей надо к какой технике? Вот как играет Моригард, например, слева там, да, или, или, или трус. Или играть, или учить, например, классической технике вот слева, там, правильно использовать предплечье, кисть и все вот это вот. То есть, как правильно, то есть, ты же не будешь учить там, например, ребенка, да, вот сразу вот так, как играет Моригард. Или там, ну да, трус, или кто там еще там, у всех там специфическая техника, или Тима Болл, или там, ну, кто, да кто угодно, все. Ну, у китайцев, ну, у китайцев, в принципе. Овчаров то же самое. Да, или овчаров, да, да, да. То есть, ну, у китайцев техника как раз, ну, эталонная. Эталонная, да. Для них это она эталонная. Поэтому как-то, наверное, все-таки лучше стремиться. Убираться именно к идеальному. А уже потом, в зависимости от стиля игры, от своих сильнейших сторон, уже потом менять технику в зависимости от игры. То есть, у кого-то слева уже должно быть чуть покороче, справа чуть посильнее, или справа чуть побыстрее, слева чуть помощнее. Там уже очень много вариантов. То есть, тут надо смотреть именно, как что больше подходит к данному игроку. Кто-то повыше, как ты, кто-то пониже, кто-то побыстрее, кто-то помедленнее, кто-то подальше, кто-то поближе. То есть, очень много вариантов. То есть идеальная должна быть до возраста, когда начинает меняться тело, до 18 лет у тебя уже должна быть как бы стремиться к идеальной технике без кривых вот этих вот движений, чтобы не было даже тех же травм просто-напросто, локтей там или там плечо выскакивает из-за неправильной техники или еще что-то. Так, напомню еще что, отец Алексея Ефремова был 25 лет тренером сборной Беларусь, Республики Беларусь. Был главным тренером Беларуси и больше 20 лет был одним из тренеров сборной Советского Союза. Это да, это круто. Он заслуженный тренер Беларуси и у него два спортсмена, его два спортсмена, они заслуженные мастера спорта Беларуси. Это Женя Щетинин, Евгений Щетинин, Евгений Николаевич и Таникас. У Жени где-то 12 медалей с чемпионатов Европы есть. Евгений Щетинин и тот, кто взял треть очков в Германии. Да, правильно. Роскоп обыграл, я помню, я смотрел этот матч. Да, это был 2003 год в Куртмейере. Они стали чемпионом Европы, я матч смотрел. Да, там все совпало. И столы, вот эти вот Корнелю, и высота в Италии в Куртмейере была сколько там, 1800 или сколько там. То есть там все для защитников было идеально. И Женя тогда же еще Евгений с Чен Винсином взял золото в паре. А Щетинин с Роскопом, где вешает свечу большую, она попадает на край. На край. Роскоп уже замахивается, а там бабах. Вот это было, да, я помню этот розыгрыш. Да, да, да. Исполнится в мае даже 34, сейчас пока 33. Я люблю теннис до места. Леш, расскажи про какие-то основные ошибки при исполнении топ спина справа, которые часто встречаются на твоем тренерском пути. Ну вот смотри, если так зайти по поводу топ спина справа. Ну вот мне, например, по верхнему вращению, по нижнему, по нижнему. Давай по нижнему. Ну если по нижнему, то вот да, я очень большой акцент именно на ногу и на участие ног. На замах, на участие ног, все вместе, вот очень акцент на это делаю. Потом замах чуть пораньше делать. Вот не быстро, но чуть просто пораньше. То есть чтобы ракетка играла по мячу, а не мяч играл в ракетку. Это важно. Потом я тоже акцент делаю на какой частью ракетки ты играешь в мяч. Вот это очень важно. То есть очень многие даже не думают. Просто середины бьют и все. А вот верхней частью, где-то да, вот верхней частью и больше, чтобы было больше места, больше вот это игровое как бы пятно, больше растянуто. Чтобы больше закрутить, наверное, лучше больше верхней частью. И тоже имею в виду, что пальцы должны сыгрывать. Именно знаешь, как вот говорилось раньше, что в Китае говорили, что играешь плечом. Ну то есть плечо это начальная школа. Предплечье это там средняя школа. А кисть это университет. То есть вот это как бы начинается все с этого базового. Потом уже идет на скорость вот именно на предплечье там начинаешь вот добавлять. И уже когда ты играешь кистью, уже как бы идет более... Тоже другая лига. Уже, да, уже другой уровень абсолютно. Вот именно как кисть. Но тоже тут же важно, чтобы все было в одной линии. То есть чтобы кисть там не подгибалась, чтобы не было вот этих вот недоработанных движений. Чтобы все входило в одну линию, вот эту кинетическую цель. Леш, часто вот начинающих игроков после сильного низа мяч валится в сетку. Не хватает может быть вращения сил ног, либо опыта перекинуть мяч на противоположную сторону. Какие упражнения, либо какое, может быть, ноу-хау поможет это сделать? Ну да. Частая ошибка, действительно, когда игроки, особенно молодые, там вот они играют именно топ спином справа. И у них там получается больше как-то... Больше получается как-то в сетку, да? Бьют мяч. Вот здесь закрепи, пожалуйста. Я бы, слушай, я не знаю, я бы, наверное, сделал по-другому. Я бы просто-напросто тебя ввел в такие условия, где ты вынужден просто сделать так, как вот я бы хотел. То есть ты понимаешь свою ошибку. У тебя, например, вот ты чувствуешь, что ты делаешь вроде все правильно, но мяч идет в сетку. То есть не получается. Ты все прекрасно понимаешь, что я говорю, но сделать ты не можешь. Тогда тренер, ну как бы опытный там или знающий, он просто предлагает тебе такие условия, которых ты хочешь или не хочешь, ты просто так сделаешь. Ты будешь вынужден. Вот это вот, кстати, сильный момент, потому что он помогает игрокам лучше понять вот это вот. То есть лучше прочувствовать. Вот в данном случае, например, по нижнему вращению, ну это не новость, это не я придумал, но вот такой вариант может быть. Где это я видел, я не знаю, может быть, папа мой мне в детстве показал или еще. Мы-то, кстати, играли с приподнятыми сетками в свое время, там, когда тренировались. Потому что папа очень любил вот именно все эти ноу-хау. Вот, так вот, вот, пожалуйста, вот сетка, и вот ты делаешь топ-спин. То есть ты до этого, ты делал топ-спин, или я тебе просто могу показать без этого, да? Вот я тебе сейчас играю подрезкой, ты играешь в сетку, да? Или ты играешь по-нормальному, но просто у тебя пойдет в сетку. Да, да. В сетку, да? Это ошибка, поднимаем сетку, поднимаем сетку. Именно одну сторону, видишь, поднимаем, потому что две стороны уже будет сложнее. Уже отсюда, и делаешь топ-спин сюда. То есть сейчас уже ты смотришь. Мечишки убираем, чтобы не отвлекали твое драгоценное внимание. И поехали. О, с траекторией пошел. Ногами больше. Ой, хорошо. Вот. То есть, понимаешь, ближе чуть-чуть к мячу. Хорош. Хорош, Володь. Хороша тут. Ближе. Вот, вот. Все отлично получилось. Теперь я обратно, что очень важно, обратно опускаю. Обратно на этот же уровень. И то же самое. И сейчас, да, то же самое делай, чтобы спин. Ой, и уже пошел с траекторией. То есть, у тебя уже... Вверх, вверх, Володя. Вверх. Володя, вверх. Вверх. Не быстрый, а вверх. Хорош. Вверх. Хорош. Хорош. Еще. Хорош. Ну как? Да. Чувство есть? Чувство есть. То есть, когда ты поднимаешь сет, ты как бы автоматически должен делать траекторию чуть выше. А потом, когда сетка опять на свой уровень опускается, на нормальный, у нас уровень сетки сколько все знают в этом магазине? Никто не знает, к сожалению. 15-25 в этом магазине все знают. Виста знает, сколько высота сетки. 15-25 здесь, 15-25 здесь. Ну и 15-25, кстати, тоже здесь. Вот метр 52,5 это тоже здесь. Но это так просто совпало. В Англии же теннис придумали, да? Сегодня смотрел ролик классный. Футбол родился в Англии, а умер на Урале. И уже давно. Хороший, кстати, тренер сказал по футболу. Ну так вот. Да, да, из Урала. Он говорит, футбол родился в Англии. Ну умер на Урале уже давно. Астана Теннис родился в Англии. Да. Ну вот так. Вот так вот. То есть подняли сетку, поставили тебя в такие условия, где ты должен делать траекторию. Все. Я Эльскер Буртеннис. Леш, у тебя специально, ты не дорезаешь до краев, усаживаешь накладки? Нет, слушай, ну у меня вообще две ракетки обычно, да? Одна ракетка для БКМ, только для БКМ. Вторая, которая я играю. Вот, да. Спасибо. Вот это играю, когда сам играю, спаррингую, а вот это чисто для БКМ идет. Для БКМ почему так выходит? Ну, я в принципе одну сторону обычно до конца, а вторую немножко оставляю, потому что, чтобы не задевало. Накладка не задевала, да? Чтобы не задевало, да, чтобы не задевало, именно если я касаюсь стола. Но я уже давно так стола не касаюсь, в принципе, мне это не очень актуально, потому что я очень часто именно бросаю. Но иногда получается, когда работаешь с игроками более низкого уровня, получается, что надо вот так тоже бросать мячи. Вот, и поэтому задевало. Там плотное практически касается стола. Да, 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 поэтому некоторые используют только одну сторону. Но я использую две накладки на ракетки для БКМ. Почему? Потому что она тяжелее, более реальная, да, плотный мяч идет более, то есть она более реальная к... К боевым условиям. Да, 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 к игровым условиям. То есть это раз. Почему разные? Вот здесь шипы, например, здесь гладкая. Потому что я работаю с парнем, который сидит на коляске и вот готовится к Парижу сейчас. У него один из конкурентов – это игрок, играющий с шипами слева. Вот, один из серп там такой. И он достаточно неплохой игрок, и поэтому он ему там пару раз проигрывал уже. Вот, поэтому я его готовлю. То есть, например, я один мяч подрезаю, потом, например, кручу, подставляю шипами. Он делает топ спин, я шипами подставляю. Мы уже, кстати, попробовать. Я тебе, например, сюда подрежу, ты мне сделаешь топ спин, а я подставлю шипами. Вот, например, я сделал, пошутил, ну это, поменял, вот еще раз. Раз, ты сделал. Да, ну, немножко, да, похоже, ну, то есть я меняю. Да, или ты там можешь мне, например, влево сделать. То есть я, например, шипами подставляю. Я могу шипами подрезать. Почему они одного цвета? Ну, чтобы ему сложнее было немножко. Ну, в принципе, это не обязательно. У меня раньше и суперанти стояла здесь слева. Тоже полезно. Ну, то есть вариантов масса для ПКМ очень эффективно. Да, ну, я обычно в ПКМ, да, я использую две накладки. Это раз. Я использую разные накладки, вот, чтобы посильнее, одна посильнее вращала. Вторая, может быть, вот шипы или суперанти, что-то такое. И, да, и еще вот, а как держать там, вот, некоторые там держат пером. Кто-то говорит, надо пером держать, вот, потому что китайцы. Ну, честно говоря, вообще держать можно как угодно. Некоторые вот так вот держат. Кстати, для силы даже так, наверное, удобнее. Вот четыре пальца здесь. Вот, это абсолютно не важно, как держать. Важно, чтобы мяч летел так, как идет в игре или сложнее, чем в игре. Вот, будет неправильно держать, например, вот так вот. И играть, например, вот, кстати, интересный момент. Вот смотри, пером, да, а некоторые тренеры, вот, они бросают пером. Мяч подрезанный сюда вправо. Вот, попробуй. Вот. Но ты же понимаешь, что вращения нету. Да, меньше. Конечно, гораздо. Да. И тебе удобнее, без проблем усилий нету. То есть я должен тебе создать такие условия, чтобы тебе было реально сложно. Понимаешь, сложно. Поэтому я и стараюсь, например, вот это так держу и добавляю кистью так, чтобы тебе вот, да, чтобы тебе было сложно. Или вот здесь еще, Володя, ближе к столу, чуть ближе, да. Да, вот еще. То есть отсюда я себе, видишь, да, еще. Да, еще замак пораньше. Еще. Хороший. То есть вот как-то так, да. То есть как держать, абсолютно не важно. Важно, чтобы мяч шел сложный для тебя, чтобы ты чувствовал, что именно вот, ну, ты усилия прикладываешь. А если тренировка без усилий, ну, это не тренировка, это просто, ну, потеря времени. Кстати, да. Вот так. Ну, а сам инструмент, этот мультибол, БКМ, насколько он эффективен в тренировках? Потому что сейчас, я знаю, там, китайцы многие сидят только практически на БКМах многие. Да. Эффективнее это, если стоишь ты с одинаковым уровнем компаньоном и тренируешься с ним просто по элементам. Либо все-таки БКМ. Либо это нужно все-таки чередовать. Ну, конечно, и так, и так. И так, и так работает обязательно и спарринг, обязательно БКМ. И обязательно с подачь, и обязательно после приема подачь. Это все обязательно. Но БКМ чем хорошо? Это то, что ты можешь развивать все, что хочешь. ты хочешь разбивить силу пожалуйста с быкая ты хочешь развить работу ног зб км ты хочешь скорость с бкм ты не зависишь от партнера потому что у тебя мечет приходят все время ты не тратишь время на подборы на сборы ты не тратишь время на ходьбу на наклоны то есть знаешь это тренировки когда ты люди просто ходят и работают на спину понимаешь вот пошел на спину поработал пошел на на спину поработал, пошел, на спину поработал, и так 2 часа ходит и кланяется, ходит и кланяется. То есть, ну, работы в принципе нету, тренировки нету. С БКМ 2 часа ты отработал, там 200 мячей, перерыв, 200 мячей отработал, ты чувствуешь, что ты проработал. Ты чувствуешь даже по дыханию по своему, по затратам, по энергозатратам, ты чувствуешь, что ты отпахал. Поэтому в день, ну, 2 часа, я думаю, для игроков таких уровня серьезного, да, рекомендую. Вот, ну, не у всех получается, там, ну, полтора часа, пускай где-то там, часок, но отработать профессионально, да. Ну, и, конечно, со спаррингом это все надо пробовать. Для подачи тоже хорошо, ты стоишь вот так вот, вот, стоишь. В стойке, двигаешься, двигаешь, да, и вот ты, Паш, вот, 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 прорезаешь, прорезаешь, прорезаешь. Хорошее упражнение можно и нет. Не повторю. Повторишь. Не повторю. Повторишь. Просто ты жди немножко, чтобы он упал немножко, вот. Играешь, вот. Все-таки Володь способный. Все. Надо все-таки записать тебя в секцию. Паралимпийск? Нет, нет, ты что? А ты имеешь в виду класс 11? Я кахаю на стороны тенниса. Два упражнения любимых твоих со спаррингом и с БКМ. По упражнению. Да, ну, а по заданиям, ну, например, по... Хороший очень вопрос, я был к этому вопросу готов. Я был готов, потому что ты мне его озвучил заранее. Ну, вот. Ну, я тебе скажу, что... Много заданий любимых. Какой-то выделить одно не знаю. Ну, вот. Вообще структура должна быть какая-то, наверное, для задания. Вот мне нравится, чтобы задание состояло, например, из трех частей. Первая часть, например, это просто пару минут. Играется на технику. Просто вот почувствовать направление, почувствовать мяч, почувствовать, что все попадаешь, все правильно, все идет. То есть пару минут, там минуты 3-4, например, 5. Вот удержание. Вторая часть, например, она состоит уже из игры до розыгрыша. То есть уже не только удержание, а просто сыграли, например, 3 круга прошли и играем потом по всему столу. Ну, это если 3 круга, например, если задание состоит из трех мячей, из трех, например, точек, да. Если там из 4 точек, например, там 4 точки, то тогда можно и 2 круга и уже до розыгрыша. И третья вот эта часть этого задания, это то же самое с подачи. И, например, мы можем сыграть сет, один сет или там 2 сета, вот это задание именно в игре на счет. Почему? Потому что надо готовить игроков. Вот эти задания, они служат для чего-то. В основном они должны служить для игры на счет, для того, чтобы выигрывать. Вот. Поэтому, как бы, конечно, нужно это тренировать. Именно с подачи и до розыгрыша по всему столу. В принципе, если уже игрок, как бы, тренируется, готовится к каким-то соревнованиям, то можно уже просто с первого мяча уже начинать с подачи. То есть уже, ну, например, пару минут просто почувствовать, но вообще, конечно, все задания уже должны начинаться с подачи, с приема подачи. И уже больше времени дается на эти задания. То есть там не 8 минут, а 10-12, можно даже больше. Вот это, например, чисто тактическое задание. У тебя играется слева по диагонали, потом я перевожу по прямой. Ты мне делаешь справа, топ-спин вправо. То есть я как бы уже знаю, куда мне мяч придет. Но это логично, что вот я играю раз, я перевел, и ты мне сюда переводишь. Ну, то есть мне просится сюда, да? И я делаю контр-топ-спин тебе по прямой. Опять играешь, ты мне влево, я влево, я вправо. Ты топ-спин, и я контр-топ-спин. То есть, в принципе, я думаю, что здесь и тактика сильно тоже срабатывает. Но очень важно повторение, важно не допустить вот эти ошибки. Я тебе каждый второй мяч, да? Раз. Еще, еще. Ну, примерно так. Потерпи. Хорош. Это должно было войти. Это чоп-блок. Чоп-блок. Это не вошло, да? Выключил. Давайте чоп, если получится, еще раз. Только спина, да? Спина. Блин. Редко получилось. Не-не, давай, я сейчас откручу. И справа, когда я захожу, накручиваю сильно. Ты втыкаешь. Хорош. Еще. По-арабски, мафиш мишкелла. Мафиш мишкелла, это значит, нет проблем. Леш, это было упражнение со спаррингом, хоть ты сказал, что это простое упражнение, но все равно тут нужно попадать. Серию 2 я держу, но потом уже сложнее переходит. Ты плотнее начинаешь перекручивать, компаньон будет плотнее перекручивать. Тяжело держать мяч, но это нужно нарабатывать. Супер упражнение. Это одно из любимых твоих было со спаррингом. А теперь с мультиболом. Тут зависит, понимаешь, как любимое, нелюбимое. Для каждого игрока нужно подобрать свое задание. Потому что свои задания для каждого игрока. Вот в основном же тренеры над чем работают? Ну многие, я не говорю, что там все, но многие работают над исправлением ошибок. А вообще, в принципе, ты же, выиграя на соревнованиях, ты же не играешь там, исправляя свои ошибки. Тебе надо выигрывать. То есть работать над своим, форте называют, над своей сильнейшей стороной. Над тем, чем ты можешь выигрывать против меня, против Артура, против кого угодно. То есть вообще, я не знаю, любого человека. То есть что у тебя есть самое сильное? Поэтому любимое задание это не у меня. Любимое задание должно быть у каждого игрока. Вот у меня любимое задание для моей сильнейшей стороны. Вот, например, там банан слева, например, и слева там перекрутка влево по прямой, и справа, например, на заходе в середину убить мяч, да? И вот, например, у кого-то. Или у кого-то там контр-топ спины слева справа со стола, слева справа контр спины, да? У кого-то тактические слева там по диагонали, слева по прямой, и справа, например, там завершил. То есть у каждого, у кого-то там со всех там этих полудлинных мячей, у каждого, у меня своего любимого нет. Я к спортсмену придумываю ему любимое задание. Или мы вместе обсуждаем. Поэтому здесь очень важно, когда вот некоторые тренеры, они дают как бы индивидуальную работу. Они говорят, ребят, сами задание свое даете, сами там друг другу, и на свои задания. Тренер всегда должен со спортсменом в связке. То есть он должен ему где-то подсказать, где-то вместе обсудить, против какого игрока ты, например, это будешь использовать, с кем ты будешь это играть, зачем тебе сейчас, ты сейчас тренируешь, например, вот у меня сидит этот парень, Томи, паралимпиад, он тренирует банан слева. Он его в жизни, может, один раз делает в игре там, в каком-то матче. Флип справа, да, ему нужен, с коротких мячей нужен, но слева он этот флип делать не будет. Он лучше подрежет с боковым вращением. Человек сидит на коляске. Он лучше подрежет с боковым там или с нижним и выиграет мяч на этом, чем будет делать этот банан. То есть зачем тратить время на то, что ты, в принципе, не делаешь и не будешь делать? То есть, получается, если у меня есть какой-то рисунок игры и я изо дня в день отрабатываю это за столом, вношу разнообразие в свою тренировку какими-то другими элементами. Ну да, нет, ну понимаешь, базовое, например, вот ты в разминочные задания, например, там слева, справа, середины, по прямой, по диагонали, разминочные задания, пожалуйста, сколько угодно, но над своей сильнейшей стороной, вот чем ты будешь выигрывать, надо все время это тренировать, но не то, что каждую тренировку одно и то же. Ты, например, можешь в различных комбинациях, то есть, например, у тебя сильнейшая сторона слева, или вот давай я у тебя спрошу, ты игрок, у тебя какая сильнейшая сторона? Я думаю, что справа все-таки. Справа сильнее, значит, тебе надо справа сочетать с, наверное, сильной подачей, правильно? Потому что ты выходишь на эту правую игру, ты не можешь иметь сильное право, имея слабую сторону, слабую подачу, я извиняюсь. То есть, у тебя слабая подача, но у тебя сильно справа, это не идет, потому что тебе надо выходить на свой правый топ спин. Как он выходит? При помощи сильной подачи, если ты хочешь первым мячом, правильно? То есть, связка. Потом первый по нижнему, второй по верхнему, тоже справа или слева? Справа. Ну, наверное, справа. Ну, вот и тренируем больше справа тогда, то есть, это твоя сильнейшая сторона. Ты должен компенсировать свою слабую сторону слева, больше своей сильнейшей стороной справа. Для этого надо, наверное, больше работать много над своей подачей и над сильным приемом подач, чтобы ты мог выйти на свою сильнейшую сторону, на игру справа. У тебя справа сильнейшая? Ну, так я тебе буду все больше в косо вправо. Первый мяч. Это упражнение, которое... В косо. Ну, это уже задание против тебя. Против тебя, потому что у тебя слева слабо. Поэтому, как бы, мы тренируем... Я бы тренировал больше уже вот твое. Не только там подачу с нижним, а, например, подачу с нижним боковым. Чтобы путать в подаче, чтобы ты мог первым мячом сильно атаковать, например, в середину. И работаешь больше над этим. То есть, понимаешь, о чем я говорю? И сильно, например, там в центре. Ну, не обязательно в центр. В локоть там. Вот, да. Да, в локоть. Или там называется в аппендицит. В аппендицит больше. КММ мне, например, нравится задание. Ну, давай. Не для меня, а твое любимое задание. Вот мне нравится задание, когда ты... Когда ты подаешь мяч. Вот ты подаешь. А я тебе... Это перед соревнованиями. А я тебе играю по всему. А ты не ждешь меня. Ты просто уже играешь. А, то есть я... Да. Только не бьешь мяч, обращай. Вот. То есть ты теряешь на качестве в подаче, да? Но ты выигрываешь на чем? На скорости выхода из подачи. Правильно. Ты выигрываешь на скорости подготовки к первому мячу. Еще раз. Ногами быстрее. По всему столу. Хорош. То есть я не жду, да? Я не жду. Просто играю все. То есть я играю чуть раньше. Я выигрываю на... Еще раз. Я выигрываю на... На... Звони. Хорош. То есть я тебе даю меньше времени на подготовку. Мы выигрываем на твою готовность к первому мячу после подачи. Мы проигрываем немножко на качестве подачи. Потому что ты не видишь, где она там заканчивается. Когда она заканчивается, тебе надо быстрее готовиться именно к тому, чтобы увидеть, куда я тебе буду играть. И подготовиться. То есть у тебя мало времени. Правильно? Второе. Мне нравится задание. Ну так. Одно из... Мне нравится тактическое задание, когда я тебе играю три мяча. Первый подрезанный влево. Ты играешь по прямой вправо. По подрезке. Потом ты играешь справа по прямой. Сюда. По подрезке. И третий. Я тебе играю чуть повыше в середину. И ты с середины завершаешь в середину. Вот. Раз. Два. И завершил. Да. Только ты должен его убить. Два. Убей. Валусь. Сзади замах. Еще раз. Еще. Да. Вот третий просто... Рука уже не снизу идет, а сзади. И вперед вот туда вот его прямо вот отсюда. И просто мочишь. Мочи. Еще раз. По прямой и мочи. Хорош. Раз. Замах пораньше. И мочи. Леша. Ноги. Можно, можно. Можно, Молодь. Все только начинается. Давай, Володь, пошел. Ага. Вот сейчас начинаем работать. Хорош. Хорош. Вот сейчас пойдет дело. Вот сейчас пойдет. Паровоз. Да, да. Вот сейчас пойдет. Володь, пойдет дело. Ну все. Еще вопрос. Ага. Мне очень важно, я думаю, любителям будет важно услышать. Почему тренируешься с утра до вечера, как проклятый? Да. Нет результатов. Нету роста. Нет побед. Это часто встречается на любительском уровне? Часто. Часто. Очень часто. Система тренировок. Нет роста. Ну вот я... Не попадаешь. Выгра на счет, встаешься, все. Понимаю. Понимаю. Не можешь ничего сделать. Ну вот тренировки все идет. Да. Хороший вопрос. Я вот к этому вопросу был, кстати, не готов. Но я тебе скажу, что вот ты много тренируешься, да? И ты тренируешься, потом играешь на счет и как бы роста нет. Ты не выигрываешь, не обыгрываешь тех, кого в принципе должен обыгрывать. Но тогда вот я вернусь к прошлому вот этому своему короткому фидбэку или там спичу по поводу того, что действительно тогда надо тренировать то, чем ты будешь выигрывать. То есть не тратить время на два слева, два справа, слева середины, слева справа или там справа с двух точек или еще что-то простое, что в принципе не дает роста. А тренировать именно то, чем ты будешь выигрывать. То есть вот это, кстати, наверное, сюда вот и подходит. Именно тренировать... Ты играешь, например, там лигу какую-то, у тебя есть какие-то, против кого ты играешь. Ты готовишься конкретно против кого-то. Ты продумываешь, как ты будешь играть против Петрова, как будешь против Сидорова или там против идельмана то есть это твое решение ты как бы ты должен знать что конкретно тренировать против каждого и плюс еще свою сильнейшую сторону просто наигрывать нарабатывать так чтобы ты уже просто там не ошибался то есть твоя сильнейшая сторона все время должна быть действительно сильной то есть такое чтобы ты мог ей обыгрывать на любых вот над этим надо много работать вот это я думаю для роста это я думаю будет чтобы именно прочувствовать ну и плюс еще конечно ты очень можешь сильно улучшить свою игру если ты улучшишь свою подачу если ты улучшишь свой прием если ты просто только на подачи ты можешь выигрывать очень много на первом ходе после подачи ты можешь выигрывать очень много если ты улучшишь свою подачу тренировать подачи можно не обязательно в зале у меня есть там видео, я не знаю, сколько хочешь, где тренируется подача просто самостоятельно. Не нужно, там просто шторку повесил и дома там отрабатываешь настолько, что ты можешь просто кистью так вращать, что просто люди видят нижнее и все равно играют в сетку. Видят нижнее, все равно в сетку играют. Ничего не могут сделать. То есть так можно отработать, в принципе, что это вообще там нету границ. Поэтому, поэтому... Тренировки не бросать, работать... Нет, работать, ну просто надо действительно... Вот что еще часто происходит. Одни и те же ошибки вот у игрока. Он в тренировке, он простое задание делает. Он ошибается раз, ошибается два, ошибается три. У него все одно и то же. То есть нет абсолютно никакого анализа вообще, что он делает. Он думает, ну хорошо, тогда надо быстрее. Вот быстрее, быстрее опять еще раз, еще раз, еще раз. Вот 10 минут он быстро берет мячи, быстро начинает, быстро ошибается. Анализа абсолютно нет. Он не видит вообще, что он делает. Поэтому вот эта камера, эти iPad, вот то что стоят с камерами то что и постоянно идет видеоанализ тренировки просто посмотреть что ты делаешь со стороны с тренером поговорить он просто обсудить ну вот я делаю в чем проблема но тренер должен же тоже не только стоять там вот это самый на секундомер смотреть тренер это тот кто двигается вокруг стола тренер который вот он он закреплен к одному месту он смотрит тебя из спереди что ты делаешь он смотрит тебя и сзади то есть он подходит он везде он ноги твои смотрит Он смотрит, как ты проходишь. Вот отсюда я игроков больше смотрю. Я стою больше не спереди вообще за игроками, я стою вот здесь. Потому что я вижу, ну, когда играет с партнером, потому что я вижу, во-первых, куда он играет, я вижу, как у него замах, я вижу, как у него ноги работают. Вот это очень важно. То есть тренер – это не тот, кто стоит там или сидит в одном месте, знаешь, как этот постовой. А он просто вот надо ходить, не лениться, ходить вокруг стола, ходить вокруг спортсмена, смотреть с разных точек, где-то увидишь какой-то нюанс. Поэтому для любителей, конечно, я бы рекомендовал просто больше искать, ну, смотреть, конечно, интересоваться, любить этот спорт, смотреть канал Виста. Больше смотреть обучающих видео, которые просто выходят с регулярной частотой. Вы прямо чистите хорошими, хорошими видео. Я вот, раньше я был просто зрителем, простым, наивным. Я просто вот заинтересовался, но я этот магазин-то давно знаю, и я даже, по-моему, один мячик купил здесь. Ну, здесь и мои колеса, кстати, тоже хорошо идут. Вот. Ну, дело не в этом. И раньше шли. Да. Ну, кстати, теперь мы пришли к тому, что ты смотришь все-таки наш канал. Да, ваш канал, конечно, смотри. И назови парочку любимых видео. Слушай, я не знаю, мне все нравятся. Я вот, я смотрю, ну, и Игорь мне нравится, вот, Рубцов рассказывал вот фишки там про подачи. Мне нравится, Кирилл, я всегда наслаждаюсь вообще, когда Кирилл появляется. Это просто позитив. Я не знаю, может, нельзя быть таким позитивным человеком. Я не знаю, он вообще на этой планете живет, в этом мире. Потому что очень позитивный вот человек. Мне очень нравится смотреть, вот, как он рассказывает своим простым вот языком. Вот это вот класс. Ничего я не меняю. Тренирую одно и то же. Олдску. Ну, ребят молодые тоже здорово. Вот Володя Сидоренко там. Да все. Я вот даже не могу кого-то выделить, потому что могу кого-то обидеть, если не назову. Но на самом деле очень интересно и опознавательно, и можно чему-то научиться. Кстати, одна из причин, почему я смотрю вот эти вот ваши видео, потому что что-то у кого-то услышал, что-то где-то проанализировал, с чем-то согласился, с чем-то нет. То есть очень много моментов, с которыми не согласен. Я сижу, знаешь, как вот этот Светлаков там возле телевизора и там, нет, Игорь, я с тобой там, ну знаешь, который с телевизором все время разговаривал. Я, например, да, но я все равно его слушаю. Вот того же там Рубцова или там Кирилла или там, да все, кто много хороших. Леша Левенцов тоже интересно. То есть, ну все, я не могу выделить кого-то одного. Я вот могу одного только выделить, это, наверное, вот сильный вот, один, единственный, не знаю, обижу я кого-то, нет, но это вот, наверное, Владимир Маркевич, наверное. Вот он, вот он, вот он в этих видео, в этих, в этих видео он постоянно. Мы напоминаем, что звонок для учителя. Не знаю, если нормально, может, я могу бы продублировать. Что все фишки, ну это не надо, потом еще мы добавим. Ну, Володь, слушай, надо уже выступать, уже готов.